Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги, извините за опоздание, но мы начинаем диссертацию Георгию Александровичу, которая называется раскраски графов экстремальной комбинаторики и комбинаторной геометрии и защищается по специальности на 1.01.09 дискретная математика, математическая и герметика Диссертация на название кандидатов физико-математических наук Ведущая организация, автономная и коммерческая образовательная организация лучшего профессионального образования Работа Дмитриевича и Юрия Александровича представлена в инвестиционную комиссию 25 июля 2021 года К заявлению прикладывался документ о высшем образовании, документ, подтверждающий сдачу кандидатовских экзаменов Отзыв научного руководителя Шабанова Дмитрия Александровича, доктора физико-мат наук Ведущий научный сотрудник лаборатории комбинаторных и геометрических структур Московский физико-технический институт Отзыв научного консультанта Григоровский Андрей Михайлович Московский физико-технический институт, директор всех школ прикладной математики и информатики Доктор физико-математических наук, доцент Два положительных отзыва Один от Деника Александра Борисовича, кандидат в физико-наук Московский физико-технический институт, доцент кафедры дискретной математики И Реднова Екатерина Михайловна, кандидат физико-математических наук Московский государственный университет имени Лубоносова, доцент кафедры теории вероятности В заключении, где проводилась апробация диссертации Московского технического института, диссертация о реферации в соответствующих количествах и работа принята в защите протоколом институционной комиссии ФМ-2021, группа 18, 16 сентября 2021 года. Диссертация посвящена задачам и рассказам графа гиперграфа в республиканской комбинаторной геометрии. Напомним некоторое определение. Гиперграф называется пара множеств В и Е, где есть некоторое конечное множество, которое называется множество вершин гиперграфа, а Е — это совокупность множества V, которые называются реброма гиперграфа. Продолжаем. Простите за техническую зам tutti. Гиперграф называется пара множеств В и Е, где есть некоторое конечное множество, которое называется множеством вершин гиперграфа, Е – это совокупность подможеств В, которые называются ребром гиперграфа. Гиперграф называется аноднородным, если каждое его ребро содержит ровно Н вершин. Для натурального числа К мы будем говорить, что раскраска вершин гиперграфа в два цвета называется К правильный, если в каждом ребре содержится, по крайней мере, К вершин каждого из цветов. И через НК от Н мы обозначим минимально возможное число ребра Н однородного гиперграфа, у которого не существует оправильный двухсветный ацетас. При К1 мы получаем классическую задачу Эрдаша Хайнала на поиске величины М1 на ТН, которая также принято обозначается через М1. Эрдаш в 1963 году получил нижнюю оценку для этой величины при помощи вероятности нового метода. Он показал, что М1 больше или равно два степени Н-1. И в 1964 году он получил верхнюю оценку асимпатическую, которая здесь написана. В дальнейшем верхнюю оценку не удалось улучшить, а нижнюю улучшали последовательный бег, луха. И вот наилучший известный на сегодня результат получен, как это штамма на Санимасаном, в 2000 году. Они получили вот такую вот нижнюю оценку. Для величины МК от Н при К больше или равно двух в 2008 году Дмитрием Александровичем Шабановым было доказано, что если КО большой от логарифма Н, то имеет место вот такая нижняя оценка. В дальнейшем Розовской в 2009 году для К равных по большому от корня из Н была получена вот такая нижняя оценка. Видно, что она похуже, чем оценка Дмитрия Александровича Шабанова, но она верна для большего диапазона значений А. Первым основным результатом этой ситуации является следующая теорема, в которой получена новая нижняя оценка для личных МК от Н для Кабуш-Лебан-М2 и происходящих корней из Н делитом-Грифм Н. И данный результат улучшает нижнюю оценку величины МК от Н при К, имеющем порядок роста, не более Н степени, а на вторая минус Дельта делит на корню из логарифма, где Дельта от 0. Следующий результат диссертации также посвящен обобщению задачи Э. Шахайнала. Мы говорим о том, что тот гиперграф H' и гиперграф H называется остобным, если множество его вершин совпадает с множеством вершин исходного гиперграфа, а множество его ребер является подможеством множества ребер исходного гиперграфа. Величина МК-эпсилона от Н определяется аналогично. Она равна минимальному числу ребер гиперграфа в классе Н однородных гиперграф, у которого любой остобный подгиперграф с количеством ребер хотя бы 1-нус эпсилона на количество ребер исходного гиперграфа не имеет правильной рассказки. И, например, Александр Шабановичу в 2008 году было доказано, что при К равном по большому от Легрифу Н наполняется такая нижняя оценка для речины МК-эпсилона от Н. Следующим основным результатом диссертации является следующая теорема. В ней утверждается, что если К больше либо вон 2, и К равном по большому от Горнии из Н, то выполняется вот такая нижняя оценка для речины МК-эпсилона от Н. Она хуже, чем оценка, доказанная Дмитрием Александровичем Шабанова при К равном по большому от Легрифма Н, но она верна для большего диапазона значения К. Следующая теорема также является одним из основных результатов диссертации. В ней получена еще одна нижняя оценка для величины МК-эпсилона от Н, которая верна для К, не происходящих корней из Н, делить на поле из Легрифма Н. Этот результат улучшает все нижние оценки величины МК-эпсилона от Н при К, не происходящем Н в степени 1-2, минус дельта, делить на поле из Легрифма Н, и дельта от 0 до 1-2. Следующая глава диссертации посвящена хроматическим числам случайных гиперграфов. Рассматривается бенемиальная модель случайного гиперграфа H от НК-п. В ней каждое окоподмножество, множество вершин элементов включается в качестве ребра, независимо с вероятностью P. При K-1-2 мы получаем бенемиальную модель случайного графа, модель Эрдош-Ренди. Хроматическим числом гиперграфа называют минимальное число цветов, которые можно покрасить множество вершин, таким образом, что никакой другой гиперграфа не окажется одноцветным. была башем в 1988 году. Для фиксированного P была получена асимптотика хроматического числа случайного графа Эрдош-Ренди. Затем лучиком в 1991 году для P, не просходящего N степени минус 5 шестых, минус эпсилон, было показано, что существует натурально значная функция H от НК-п, такая, что со синтетической вероятностью 1 хроматическое число случайного графа Эрдош-Ренди сконцентрировано в двух последовательных значениях H и H плюс 1. Затем Аломом и Кавелевичем диапазон значений для P был расширен, но найти явно H от НП и не удалось. Первые шаги были... Первое выдвижение было получено Аклертосом и НООМ в 2005 году. Для НП равного С, где С положительная константа, они показали то, что в качестве H можно выбрать минимальное N натуральное, такое, что С меньше, чем В в логарифме. Затем в 2008 году Коя Оглом по Нойоту и Штеге в другом режиме, когда НП стремится к бесконечности, P не просходит S в минус 3 четверти минус дельта, показали, что в качестве H можно взять такое минимальное натуральное число R, что P на R минус 1 не просходит 2 R в 1 R. И они показали то, что хометическое число в таком режиме сконостроено либо в 3 последовательных значениях R, R, R плюс 2 со статической градностью 1, либо в 2 R, R, R плюс 1, R, R, R плюс 2 со статической градностью 1. Для гиперкафов первый общий результат был получен К��левичем и Судаковым в 1998 году. Они рассматривали P, стремящийся к нулю, такое, что p на n степени к минус 1 страница плюс бесконечности, и получили вот такой вот результат. Затем Dyer, Fries и Greenhill в 2015 году показали, что если p на c из МПК делить на n равно c, где c положительная константа, и rc — это минимальная натуральная r, такое, что c не происходит r степени к минус 1 на kFM, они показали то, что в таком случае хронотическое число случайного гибридографа сконцентрировано в одном значении rc плюс 1 с синтетической вероятностью 1, либо в двух значениях в другом интервале для c, либо опять в одном значении rc, в принципе, мягчейся бесконечности. Следующим основным результатом ситуации является данная теорема. для c равного p на c из МПК делить на n, которая стремится к бесконечности, но не слишком сильно, она равна малому от 1 степени к минус 2 делить на k. И для любой функции r, скремящейся бесконечности, мы назначим такое, что c больше, чем r степени к минус 1 на логарифм r минус логарифм r по поламу плюс ε, выполняется, что со синтетической вероятностью 1 хроматическое число бидемиального гибридографа больше, чем r, со синтетической вероятностью 1. Следующая теорема, в ней получена верхняя оценка для хроматического числа случайного бидемиального гибридографа k однородного, у которого однородность хотя бы 4, k больше 1 на 4. Здесь ограничение на c чуть более сильное, чем в предыдущей теореме, c не превосходит n степени к минус 1 на 2к плюс 4 минус гамма. Значит, сделаем выводы из этих теорем, если в качестве r взять минимальное l натуральное, такое, что c меньше, чем l степени к минус 1 на логарифм r, то хроматическое число h в мкp со синтетической вероятностью 1 сконцентрировано либо в двух значениях в левом интервале значений для c, vp и rp плюс 1, в середине, в интервале ограниченной длины, оно сконцентрировано в трех значениях, и в правом полуинтервале оно сконцентрировано в двух значениях rp плюс 1 и rp плюс 2. Следующая глава диссертации посвящена хроматическим числам рациональных пространств. Пусть х-метрическое пространство с метрикой ρ, d положительное вещественное число, обозначим через хи от х в ронде хроматическое число пространства х с метрикой ρ с заключенным расстоянием d. Это наименьшее количество цветов, в которые можно покрасить все точки х так, что любые две точки на расстоянии d имеют разные цвета. Дистанционным графом или графом расстояний в метрическом пространстве х с метрикой ρ называют граф g, у которого множество вершин является подмножеством множества х, а множество ребер — это подмножество множества пар, вершин, между которыми расстояние равно d, d положительное вещество. Также для каждого натурального u ведём метрику l, u, Goylder intriguing, при уровне 2 мы получаем просто ивклиповую метрику. Данные результаты будут являться обобщением классической задачи Эда Шинельсона Ходлигера, поставленной в 50-х годах XX века. Изначально задача формулировалась для плоскости, где считали хроматическое число R-квадрат запрещенным расстоянием 11 и вклиповой метрикой. На данный момент известно, что оно от 5 до 7 находится. Но нас интересует асинтетическая постановка задачи. Наилучший результат, известный для археи АТРН, был получен Время Холочев-Брагородским в 2000 году. Он показал то, что хроматическое число растет экспоненциально, с константой 1.239 в основании экспонента. Верхняя оценка была получена Лаймором и Роджерсом в 1972 году. Имя было показано, что оно происходит 3 плюс Омамы от 1 в степени. В случае рационального пространства нижняя оценка наилучшая принадлежит Пономаренко Ирой Городскому. Ими было доказано то, что хроматическое число Q в степне с метрикой 2 и запрещенным расстоянием 1 больше равно 1.199 плюс Омамы от 1 в степени. Заметим, что хроматическое число рационального пространства зависит от личного запрещенного расстояния. И следующим результатом ситуации является теорема, в которой получены новые нижние оценки хроматических чисел рациональных пространств с запрещенным расстоянием вида корень из 2p в степени α, где b – простое число α при gt. Данное теорема мы справедливы для Q, а на Q. И оценка имеет вот такой вид, где m и d – это вот такие выражения. Для U больше его равно 2 мы тоже доказываем, получаем новые нижние оценки для хроматических чисел рациональных пространств с запрещенным расстоянием корень из 2p в степени α. И метрика у нас LU. Вот такой вид имеют эти оценки, где m и d при этом выше. И еще одна теорема для U больше его равно 2. Тоже верна для U больше его равно 2. Мы получаем новые нижние оценки. Снова для хроматических чисел рациональных пространств с методом LU и запрещенным расстоянием корень из 2p в степени α. m и d имеют уже такой вид. В таблице 1 показаны лучшие оценки для основания экспонентов для хроматических чисел рациональных пространств. При U равном 2 здесь выписан результат Панмаренко и Роберодского для остальных значений U и запрещенных расстояний. При U равном 2 на лучшие результаты получаются в теореме 6, в самой первой теореме. Дальше при U равном 3 большинство результатов на лучших получено в теореме 7. В теореме 8 вижу иногда что-то получше получается. И в дальнейшем численный эксперимент показано, что все равно 7 не нарушается. Последняя глава диссертации посвящена раскраску дистанционных градов без клик. Для натурального k большего 2 положим ztk t at равным supremum по всем z, таким что существует бесконечно малая функция от n. Такая, что для любого n существует дистанционный граф. В n у которого кликовое число меньше чем k, но хроматическое число большее равно zt плюс delta at n в степени n. И введем еще ztk t от q, равное supremum по всем z, таким что существует бесконечная малая функция delta at n. Такая, что для каждого n существует g, граф единичных остальных в курсе p, у которого кликовое число меньше чем k, но хроматическое экспоненциальное большое с константой z в основании. Первый результат – это теорема, в которой получены новые нижние оценки для личных ztk t от q. Вот такой вид они имеют. Далее, в следующей теореме получены еще новые оценки для ztk t в от q. Вот такой вид они имеют. Далее, предыдущие результаты на самом деле были получены при помощи явных конструкций дистанционных графов. Далее будут теоремы, в которых используются случайные графы. Для этого потребуется ввести несколько определений. Для последовательности графа в n введем обозначение вот такое вот для фиксированных вершин v1 vj. Это количество k, которое содержит вершину v1 vj. Дальше введем величину, которая равна максимуму по всем возможным вершинам v1 vj. И далее введем величину, которая равна пределу логарифма по количеству вершин в графе gm от предыдущей величины, которая была на максимуме для данной последовательности графа. Мы используем следующую конструкцию графа. У них вершины являются мерными векторами, у которых координаты либо нолик, либо единички на корень из 2q. q имеет специальный вид, так что это число рациональное. Координаты, которые равны единички на корень из 2q, а один штук. И мы соединяем роборами все вершинки, расстояния между которыми равно единички. И для такой последовательности графов введем величину sHg t, а одиннештых х, а одиннештых минус q, просто воспользовавшись предыдущим определением, введем более удобное значение. Также аналогично отведлим графы, у которых вершины взятые мирные вектора с тремя вот такими координатами. Множество ребер. Также всевозможные пары вершин, расстояние между которыми равно единички. И аналогично введем такую величину для такой последовательности графов. Кубавским была доказана вот такая теорема на величины zKt от r. Вот для тех величин, которые мы ввели, им были получены некоторые рекуррентные соотношения. И в диссертации я получил чуть более точные оценки для них. И вот они здесь представлены s3,2, s4,3 величины, где p – такое выражение, q – такое выражение, l и m – такие выражения. И получена новая нижняя оценка для величины zKt от r при помощи случайных графов. То есть подобрана некоторая вероятность, с которой мы включаем ребра в явную конструкцию или не включаем соответственно. И вот при помощи таких конструкций мы получаем новые нижние оценки для величин zKt от r. Вот две теоремы таких. И вот такие у них параметры. Приведем численные результаты. Для zKt от r в первом столбце у нас значение k, а во втором, третьем, четвертом и пятом столбцах – результаты Кубавского. И вот результаты за счет более точной оценки тех величин zKt от r удалось немножко улучшить от pk, равному 11 и так далее до 19 результаты Кубавского. Далее. Результаты для величины zKt от r, перечисленные в таблице 3. Здесь сравнены результаты, полученные в термах 9, 10, 11 и 12. Видно, что явные конструкции дают более слабые результаты, чем вероятностные, в термах 11 и 12. И видно, что в 8-точке мы получаем со стопка, мы получаем фактические результаты эгородского промея, что дает основания полагать, что эти результаты в некотором смысле артимальны. На последнем слайде доклада выписан список работ. По теме институтации. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Сейчас мы к замечаниям переходим. Я сразу, наверное, зачитаю. С вашего позволения зачитаю не целиком заключение членов совета, а только часть, где посвящена вопросам и замечаниям. Значит, первое заключение от Шкредова для Дмитриевича, председателя диссертационного совета, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, Федерального государственного учреждения науки, Метематический институт имени Стеклова, Российская академия наук, главный научный сотрудник. Значит, здесь следующее замечание. В диссертации имеются небольшие погрешности. Например, доказательства некоторых львов следовало бы изложить более подробно. В обведении пропущено несколько спитых, всегда приведены все требуемые ссылки. Впрочем, все эти опечатки и погрешности не имеют принципиального значения, носят характер описок и легко устраняются. Тем более, что из контекста сразу видно, о чем идет речь. В автореферате страница 8, 8 неудачно составленное предложение, а в теоремах 7 и 8 не указано, в каких пределах меняется параметр У. Это же относится к соответствующей части введения из диссертации. Опечатки в ссылках 38 и 39. Пожалуйста. Спасибо. Значит, в теоремах 7 и 8 не были указаны значения, при которых, значения параметра У, при которых они верны. Я здесь в докладе упомянул это. Значит, теорема 6, она для уровня У, теорема 7, она выполнена для уровня У, а теорема 8 тоже выполнена для уровня У. Да, мне следовало внести эти условия на эти параметры внутрь формировки теоремы. Спасибо. Двигаемся дальше. Значит, следующее заключение УГУ Алексей Яковлевич, доктор физико-математических наук ДАЦИН, главный научный сотрудник лаборатории правительской комбинаторики и статус-доложений, Московский государственный университет, второй Московский технический институт. Перевел в другой место работы Алексей Яковлевич. Итак, Алексей Яковлевич делает следующее замечание. Текст диссертации написан аккуратно и подробно. Имеется пожелание к автору рассмотреть хроматическое число. Слойки такие метрические пространства было предложено рассматривать в следующей статье Белов, Воронов, Черкашин, хроматическом числе, плоскости, алкебра и анализ 2017 года. Конструкции в этой статье проведены для пространства малой размерности. Я думаю, что нужно поставить задачу тогда для басимптотики, для слоев, и конструкции там довольно сложные даже для малых размерностей. Я думаю, что не поставить задачу, но довольно интересно. Спасибо. Алексей Яковлевич. Встречный вопрос. А какие из Ваших теорем Вам представляются красивыми? Самыми красивыми результатами? Вообще, это по-хорошему тоже. Микрофон. Пожалуйста, пожалуйста. Повторю вопрос в микрофон. А какие из полученных Вами результатов и теорем Вам представляются самыми красивыми? Мне очень нравится теорема 5. В ней использовано много интересных методов. В ней обучены очень красивые результаты. Мы используем метод второго момента. Мы используем многие красивые алгоритмы в этой задаче. Конституционные меранства. Мне очень нравится теорема 5. Микрофон. Спасибо. Спасибо. Следующее заключение. Александр Владимирович. Диссертация написана достаточно четко и подробно. Дополнительных вопросов и замечаний у меня нет. Ну, тогда двигаемся дальше. Распланирующий нет замечаний. Возле. Следующее заключение. Малышев Матери Сергеевич. Доктор физико-математических наук. Профессор. Кафедры прикладной математики и информатики. Федеральное государственное учреждение высшего образования. Национальный исследовательский университет высшей школы экономики. Нижегородский филиал. Значит, здесь следующее. Значит, существенных замечаний нет. В работе иногда встречаются опечатки и неточности. Например, в последней формулировке на странице 14 диссертации открывающиеся скобки являются квадратные, закрывающиеся круглые. В комментариях к теореме 3 на странице 13 говорится о наилучшей оценке, но лучше бы уточнить, что речь идет именно о наилучшей известной на настоящее время оценке. В той формуле, где левая скобка квадратная, а правая круглая, вроде бы все так и должно быть, потому что там указан диапазон значений ε, для которых имеет смысл изучать величину mk ε на n. А Дмитрием Александровичем Шибановым было показано, что при больше либо равных, вот того значения, которое у круглой скобки стоит, при ε больше либо равных ограниченной, не имеет смысл рассматривать это значение. Поэтому там все правильно. Насколько я помню. Там второе еще было. Да, про опечатку. Дмитрий Сергеевич. Меня помню, что я буду спать. Хорошо, спасибо. Следующее заключение. Мощевитин Николай Германович, доктор физико-мазематических наук, профессор Московского государственного университета Макни Ломаносова, профессор механико-математического факультета. А здесь тоже замечаний нет. В диссертации автореферата написано четко и ясно. У меня практически нет замечаний и вопросов. Так, отбегаемся дальше. Также у нас имеется отзыв ведущей организации, автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования Склопотский институт науки и технологии. В отзыве отмечается актуальность поставленной выполненной работы, научная новизна и практическая значимость включаются в основанность сделанных результатов и к изложению диссертации имеются совсем небольшие замечания. Ну, я их перечислил. Я имею 4, страница 38, пользуется обозначение эксилон в обычном математическом значении, но в первой главе тоже было эксилон и играло другую роль. Есть еще три дельта, например, и другие. И диссертации автореферата выиграли бы, если бы основные вводимые понятия подкреплялись примерами. Указанные замечания не являются существенными, не снижают научно-практической значимости работы. В целом, данная диссертация – это научно-квалификационная работа, в коей содержится решение ряда взаимосвязанных задач, имеющих важное значение для диссертной математики, что соответствует требованиям положения. Мы предъявляем диссертацию на соисконечную степень кандидата наук. Демидович Юрий Александрович заслуживает пересуждение степени кандидата физико-математических наук по специальности 0,1 – разветная математика и математическая кибернетика. Отзывы на диссертацию с рефератом обсуждены на заседании научного семинара «Дискретная математика. Теория вероятности» и «Теория кодирования» Скалтипа 7 декабря 2021 года. Протокол номер 5. Теория подписана руководителем семинара профессором Бенштерина и утверждена руководителем организации Кули Шоу. Ну, к вам слово ответить на небольшие замечания. Да, в Теореме 4, Эпсилон и в начале диссертации используется Эпсилон. Вроде бы из контекста диссертации понятно, что это разное Эпсилон. Я думаю, что все понятно. Кто-то только согласен. Также у нас имеется заключение организации по пробациям, кроме стопал Московский физико-технический институт. Точно так же отмечается актуальность темы, выполнение поставленной задачи, научной значимости и теоретической значимости. Отмечается опубликованность работы. Всего имеется 5 работ по теме диссертации, каждый из которых индексируется базовым ископсилом Усайта. Результаты докладывались на 5 конференциях. И делается вывод, что диссертация соответствует паспорту специальности 0101-109, Дискретная математика и математическая гиберметика. В частности, пункт 1 Дискретная математика. Диссертация Дмитриевича и Александровича рекомендована в защите на СССР и учебной степени кандидатов из математических наук в специальности 0101-109. Апробация проведена на заседании кафедры дискретной математики Московского технического института. В заключении принято голосование на кафедре протокол номер 28-06 от 28 июня 2021 года. Подписанная про Егоровский Андрея Михайловича в заведующем кафедре и вытверждена ректором по научной работе Бугановым Виталием Анатольевичем. Других отзывов на диссертацию и на автореферат диссертационный совет не поступало. Теперь, я так понял, вопросы по диссертационному совету. Если есть, пожалуйста. Нужно теорему с тремя значениями диахломатического числа? С тремя значениями... Это шестая вот такая? Концентрация, наверное. А, концентрация. Ну вот, можно будет определиться. Хорошо. Вот, я когда это читал, уже, конечно, точно забыл про концентрацию двух числов. Можете объяснить быстро, почему вот три и почему не разделить их? Почему? Ну, уже, я точно читал. А, да. Значит, сейчас... Значит, сейчас... Хроматическое число случайного графа... В первой треме мы доказываем то, что хроматическое число случайного графа больше, чем n. Переходим к равномерной модели эпиграфа. Далее мы в треме 5 получаем верхнюю оценку на хроматическое число. Значит, первым делом мы фиксируем значение fb. Вот такое. Далее мы показываем... Находим нижнюю оценку на хроматическое число. Далее мы показываем то, что граф hrt.nkp красится в R цветов. Далее мы находим подножество... Мы показываем то, что существует подножество данной гиперографии такое, что... Вся остальная часть гиперографа красится в R цветов. Затем мы показываем, что любое подножество, которое чуть-чуть побольше, чем это найденное подножество, то, что оно может быть покрашено в маленькое количество цветов. И мы берем вот это найденное подножество и добираем вершины в него таким образом, что множество соседей этого разрастающегося подножества потихонечку становится независимым множеством. И вся остальная часть гиперографа, получается, у нас красится не более чем в R цветов, помимо вот этого множества и независимого множества. Значит, мы можем покрасить эту часть в цвета от 1 до R, затем независимое подножество придется покрасить в цвет R плюс 1, то есть без этого никак. А вот это множество, которое разрасталось, оно будет очень разреженным, там будет очень мало ребер, индуцированным на нем под гиперограф будет вырожденным. И оно красится в очень маленьком количестве цветов, и оно никак не связано, оно только связано с этим независимым множеством, которое множество его соседей. И мы можем покрасить его в цвет 1, и 2, и 3, допустим, точно хватит. Вот, то есть, получается, ну, зависит от того, получается, удастся ли нам не потратить новый цвет на вот это вот, независимое множество или нет, от этого зависит, в каких там значениях будет концентрация. Ну, получается, как-то так. Это скорее про два объяснить. Да, цвет R плюс 2 где используется? А, R плюс 2. Ну, сейчас. Ну, надо аккуратно посмотреть, сравнить результаты этих двух теорем. Так, значит, у нас тут... А, ну, вы просто, получается, хотите получить как следствие вот эти вот, да, результаты? Да нет, ну, какое-то просто объяснение, почему три и почему непонятно определить одно из трех. Может быть, напасть? А, смысл теория, да? Ну, потому что оценки разошлись. То есть, только оценки. Ну, зазоб там, получается. Если бы они мальчурки, то было бы 2. Ну, если бы просто как следствие из этих теорем. Ну, тут плюсов пишется. А, интересно, а вот, чтобы 2 делить, например, какое-то число этих независимых множеств вообще здесь? Нет? Чтобы 2 делить, так, что независимых множеств... А, сейчас, число независимых множеств, вот тех, которых я описывал. В каком, в каком плане числа? Ну, вот вам, я напомню, проблема непонятно, в какой цвет это независимо украсить, которые уже использованы или нет. А, да, его придется в неиспользуемый цвет. Да, потому что оно будет связано. Как-то их ограничивать? А, ограничивать? Да, может быть, да. Нет, я не знаю. Ага. Ну, ладно, спасибо. Ну, там общий довольно алгоритм, там как-то мы не копались. А, спасибо. Так, ну, все, тогда еще у нас будет время для дискуссии членов совета, а сейчас у нас слово либо научного руководителя, либо научного государства. Да, добрый день. Ну, я пару слов, надо сказать, проработал. Мне кажется, что работа очень хорошая. Юро очень хорошо занимался. В общем, здесь больших проблем нет. Результаты действительно получились как-то вот так пополам. Получилась одна половина работы больше, связана с тематикой, которой я занимаюсь, вторая половина с тематикой, которой занимается Андрей Михайлович. Вот, все это, конечно, тесно связано, хоть консультант. Наиболее яркий результат, вот тут, мне кажется, Юро абсолютно прав, это теория про концентрацию и значение хроматического числа, случайного гиперграфа. Я вот, может быть, немножко дополню тот ответ, который он привел. Суть здесь в том, что на самом деле вот эти три значения, здесь должно быть два. Только вопрос в том, что мы не знаем, какие была. Здесь цель была работы получить явные значения вот этого концентрации как функции артены Б. Довольно трудная задача, и даже для случайных графов там аналогичные результаты. То есть когда-то у вас два значения, когда-то три, и до границы, до которой мы знаем концентрацию, там по-прежнему большой зазор. Так что здесь эта работа Юра явилась какими порциями? Как правило, начал исследований в этой области, когда у вас грамматическое число растет, а мы все равно хотим понять концентрацию его значений. Вот. На мой взгляд, работа еще раз повторю очень хорошая, и просил бы член Совета ее поддержать. Вот. Пожалуй, у меня все. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. Так, ну давайте я пару слов скажу. Чушь. Раз я здесь, раз я тут, зачем мне тоже не высказаться. Но давайте я просто скажу так по-человечески. Я вот вижу, что в открытой комнате находится Василий Борисович Демидович. Ну вот я вспоминаю, как, ну я уже не помню, 8 лет назад, видимо, было, как он зашел тогда на мехмате ко мне и сказал, что вот есть молодой человек, с которым можно позаниматься. Ну вот, видите-ка, получилось позаниматься. Вот. Так что работа хорошая, конечно. Действительно получено много интересных результатов в тесно связанных областях. Я доволен. Очень рад, что так получилось. Конечно, всех призываю голосовать позитивно. Спасибо. У меня Василий Борисович здесь. Ну, в открытой комнате. Ну да, я понял, да. Значит, теперь дискуссия. В котором будут принимать участие все, кто хочет искать. Ну, тогда заключительное слово «соискать». Я бы хотел поблагодарить Андрея Михайловича Григородского, Андрея Александровича Шубанова за постановку задач, за многочасовые обсуждения их со мной. Большое вам спасибо. Также я хотел бы поблагодарить Максима Евгеньевича Жуковского за замечания полезные, и членов Совета тоже за полезные замечания, сделанные в диссертации. Спасибо большое. Ну, тогда все. Мы тогда просим покинуть всех по аудиторию, кроме членов Совета. Проголосовать на ноутбуке, да. Членов Совета проголосовали, и в электронном уровне обнаружено 5 певицей, за 5 против 0 выдержался 0, действительно 0. Поздравляю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще, уважаемые члены Совета, на почту вам отправлен проект заключения Совета. Если возникнут замечания, то мне в обратном письме мы доработаем. Давайте его тоже за основу примем, и примем проект заключения Совета тоже. Ну, просто поднятием рук. Примем за основу. Можно поднять руку. Ага, все хорошо, все, спасибо. Ну, на этом у нас все заканчивается, сегодня данная защита. Дмитрий Сергеевич потом по другой ссылочке придете на вторую защиту. Все, Александр Владимирович, пожалуйста. До новых встреч. До свидания. До свидания, спасибо. До свидания.